Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 45 уроке видеокурса Уникальные виджеты Adobe Muse В этом уроке мы посмотрим на виджет, который позволяет делать вот такие боксы при наведении У нас всплывает картинка и здесь все можно настроить То есть у нас здесь никакой графики нет вообще То есть здесь все шрифтовые иконочки и это у нас прямоугольники обычные То есть это не картинка, значит цвета все меняются, иконки меняются Даже можно поворачивать иконку и можно эту иконочку, например, сдвинуть вправо или утопить ее как бы вниз Видите, часть иконки не видно То есть можно сделать, чтобы было видно, а можно сделать, чтобы она немножко была туда притоплена И уже сами решайте, где это можно использовать Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета Итак, давайте рассмотрим настройки Я пока размещу ее наверх, чтобы вы видели все настройки Ну и первое Здесь можно указать какую-то цифру, даже может быть какой-то текст Он будет отображаться вместо цифры Вот вы видите, да? Ну я поставлю, например, один Дальше текст То есть смотрите, вот у нас единичка и видно вот здесь текст Пост Здесь вы пишете какой-то свой текст Я напишу просто демо Значит, для вот этой строчки текста и для этого у нас имеется внизу один цвет Общий для всех Вы можете кликнуть по квадратику, да? И выбрать какой-то свой цвет У нас виджет подгружается Вот вы видите, цвет сменился Дальше Текст сайз То есть это для текста, где демо Размер можно увеличить или уменьшить И номер сайз Это увеличить размер или уменьшить для поля, которое Номбер Вот, я менять не буду Здесь, в принципе, все понятно Дальше Айкон сайз и ссылка на сервис иконок Здесь я вам покажу Как вставлять иконку Потому что здесь немножко по-другому Берется произвольное кода иконки И вставляется вот в это поле Значит, мы кликаем по ссылочке здесь Нас перебрасывает на готовый адрес иконок И здесь немножко по-другому берется иконка То есть, смотрите Обращаем внимание Напротив каждой иконки есть в квадратных скобках вот такая переменная Вы копируете от последнего значения, то есть до точки с запятой Копируете И обратите внимание У всех иконок идут одинаковые символы Вот их тут три до икса То есть вы копируете вот такое значение до икса То есть, если, например, вот нижняя иконочка Значит, будет вот так До икса Я хочу иконочку от этой бомбы Поэтому я беру вот это значение Копирую Идем в настройки и просто заменяем И нажимаем Enter Сейчас виджет подгрузится и должна появиться иконка бомбы Вот она у нас есть Мы ее видим Ниже цвет для этой иконки Выбираем цвет Дальше иконка Size Размер иконки Она тут, в принципе, большевата Я поставлю, наверное, 150 Так уже лучше Смотрите, Rotate Икон у нас уже 45 стоит Давайте поставим, например, 20 Чтобы она немножко была повернута Rotate это поворот Вот вы видите, да? Но можно еще повернуть Я поставлю 5 Вот так уже лучше Дальше Вот эта опция Это у нас отступ Давайте поставим 0 Посмотрим Вот вы видите, она поднялась наверх Это много И мы поставим 50 То есть иконочка, видите, немножко притоплена То есть если хотите ее утопить вниз Она все равно при наведении у нас поднимается вверх Вы можете здесь выбрать побольше значений Я поставлю 70 Вот иконочка утонула Дальше вот это значение Это движение иконки в области нашего прямоугольника вправо Я поставлю чуть побольше Поставлю 100 Чтобы она не загораживала наш текст Точнее у нас, я извиняюсь, она от правого края движется влево Значит, надо значение ставить меньше Поставлю 30 Вот так уже лучше Дальше Заливка нашего прямоугольника ниже цвет Выбираем какой-то свой Ну и border radius Это скругленные углы У нашего прямоугольника ниже И дальше link То есть на все это хозяйство Мы можем повесить адрес Сайта какой-то Или внутренний адрес Вы вот здесь просто удаляете все содержимое link И вставляете свой адрес Дальше Это еще не все Вы можете За ползуночки увеличивать или уменьшать Вот таким вот образом Как бы наш прямоугольник И потом, если это, например, идет какой-то Какие-то показательные факторы Например, деятельности Которая излагается на лендинге Вы зажимаете alt И просто дублируете спокойно данный бокс После чего вы его изменяете Ну, чтобы он отличался, да От первого бокса Меняете все значения Там иконки И так сколько угодно Давайте посмотрим в браузере Вот у нас с вами все получается Единственное только что я Сделал цвет заливки прямоугольника Такого же цвета Как и заливка браузера Поэтому у нас не видно Как бы эффекта Сейчас я изменю Немножко другого цвета Сделаю Вот теперь будет видно Вот И у нас получается Вот такая вот картина Ну, достаточно, думаю Востребованный будет виджет Потому что здесь В принципе, никакой графики нет И эти объекты Ничего весить не будут То есть они утяжелять сайт Не будут На этом здесь все И увидимся с вами В следующем уроке О, 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 К